Итак, я приступаю к пошиву штанишек. Повторюсь, что я выкроек убрала из журнала Будда за первый месяц 2017 года. Модель 128, либо же 129. Основа штанишек здесь одинаковая. По модели здесь идет приточной пояс и приточные манжеты. Так как у меня ткань достаточно плотная, чтобы не делать лишних утолщений в районе талии, я сделала пояс цельнокровенный. Прибавила к верхнему срезу еще 5 сантиметров. Вот таким вот образом у меня будет пояс. Я обработаю край на верлоке и застрочу, образуя кулиску для нашей будущей резинки. Собирать штанишки я буду на верлоке. И для начала я соединю переднюю и заднюю штанину по боковому шву. Скалываю и прокладываю строчку на верлоке. Прошила боковой шов. И сейчас на этом этапе я его отутюжу. Припуск заутюжу на заднюю половинку. И буду декорировать вот такой вот трикотажной лентой. Так как я делала на куртке. Нашивать ленту я буду по передней детали штани. Прикладываю один сгиб впритык к шву стачивания двух половинок. И буду прокладывать строчку по одной и по второй стороне. Но для начала я ее зафиксирую клеевой паутинкой. Иду на утюг и буду ее приклеивать на паутинку. Субтитры сделал DimaTorzok Пристрочила ленты. И теперь складываю штанину лицом к лицу. И буду прошивать на верлоке шаговый шов. На одной и на второй штанине. Прошила шаговый шов и заутюжила на сторону спинки. Теперь одну штанину оставляем на изнаночной стороне. А вторую выворачиваем на лицевую сторону. И вставляем ту штанину, которая на лицевой стороне, в нашу вторую штанину. Вот таким вот образом. Они у нас совмещаются лицом к лицу. Скалываем шаговый шов. Совмещаем его друг с другом. В этом районе припуски лучше разложить в разные стороны. И уравниваем срезы шва сидения. Скалываем булавочками и прокладываем строчку на верлоке. Либо же на швейной машине, если у вас нет верлока. Скололи. И теперь одной строчкой прокладываем шов по спинке и по переду штанин. Прошила шов сидения. Теперь выворачиваю штанины на лицевую сторону. И немного приутюжу сейчас вот этот шов. Отутюжила. И сейчас я обработаю вот этот верхний срез на верлоке. Итак, верхний срез я обработала и заутюжила уже край для образования пояса. Я подготовила уже резинку нужной мне длины. И сейчас проложу строчку по вот этому обработанному краю. Отступая равное расстояние от нашего сгиба. По переду штанишек я оставлю отверстие приблизительно 1,5 см. Для того, чтобы можно было продеть резинку. Всю строчку прокладываю на машинке. Сделала строчку по поясу. И теперь при помощи специального приспособления продеваю резинку в образовавшуюся кулиску. Все, резиночку я продела. Нужно проследить за тем, чтобы внутри пояса она не перекрутилась. Теперь накладываем края резинки друг на друга. Скалываю булавками. И зафиксирую резинку прямой строчкой. Проложила фиксирующие строчки. И вот эти излишки можно срезать с одной и с другой стороны. Вот этот участок, который я оставляла для обдевания резинки, я зашью. Все, верх штанишек у меня уже готов. И теперь мне остается только пришить манжеты по низу штанины. Манжеты я подготовила. Теперь складываю их вовнутрь лицевой стороной. И по короткому срезу прокладываю строчку на одной и на второй манжете. Прошила срезы манжета. Теперь припуски раскладываю в разные стороны по центру манжеты. И складываю ее пополам. Выворачиваю на лицевую сторону, уравнивая срезы открытые. Теперь штаны выворачиваю наизнанку. И вкладываю манжеты, совмещая внутренний шов штанин со швом на манжете. И прикалываю манжеты к штанине, растягивая ее до ширины самой штанины. Вот таким вот образом. Скалываю и прошиваю на верлоке. Вот и все. Манжеты я притачала. Вот так вот должны совместиться швы стачивания манжеты и шаговый шов. И наши штанишки готовы. А вернее даже весь костюм. Так вот выглядит боковая часть штанин. И на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!